Караганда без света. Сразу в нескольких районах города на улицах нет освещения. Жители улицы Иржаново в темное вечернее время боятся выходить на улицу. Ведь уже на протяжении 10 лет здесь не установлены фонари. Ситуацию разбиралась Аида Ибраева. Ну освещение то, что нет на Иржаново, здесь вот это конечно ужасно. Потому что здесь две школы, гимназия 97-я, 48-я школа. Здесь очень плохие условия для прохождения пешеходов. Машины заезжают на пешеходную дорожку. Ночам тоже страшно, потому что людей много и как бы боишься. После тяжелого рабочего дня хочется, чтобы путь домой обернулся приятной прогулкой. Жителям улицы Иржаново такая прогулка не приносит удовольствия. Она превращается в настоящее испытание. Во-первых, скользко и всегда темно. Дети здесь, школ много, света нету. Всегда идешь вечером страшно, потому что здесь везде темно и не знаешь даже куда ходить. Люди говорят, что улица находится без освещения уже на протяжении 10 лет. Но это не единственная проблема, которая волнует прохожих. Бабушки и родители недовольны тем, что здесь очень плохие условия для прохождения пешеходов. Машины заезжают на пешеходную дорожку. Света нет, кругом лед. А ходят дети в школу и в 48-ю, и в гимназию. Это очень плохо. Надо что-то сделать в этом смысле. Там еще по Иржаново, когда с 45-го поворачиваешь, тоже там сплошной гололед. На Иржаново здесь, конечно, ужасно, потому что здесь две школы. Гимназия 97-я, 48-я школа. Здесь вечером постоянно дети. Здесь машины едут, детей не видно, пешеходов не видно. Гололед, люди идут. Это, конечно, надо как-то городским властям обратить на это внимание. А кому-то темные улицы только на руку. Пускай поставят фонари. Темно. Классно. Можно кого-нибудь побить. Можно с кем-нибудь познакомиться. Нашел человек. Побить. Учение свет, не учение тьма. Ярким примером известной пословицы может послужить улица Иржаново. Ведь здесь располагаются сразу две школы, территории которых освещены, и можно идти спокойно. А вот за пределом учебного заведения приходится идти на ощупь. Ведь здесь не установлен ни один фонарь. Иржаново не единственный неблагоустроенный район в нашем городе. Улицы Алиханово и Мамраево по жалобам карагандинцев также не имеет освещения. Сейчас в самое травмоопасное время года для людей главное, чтобы кто-то взялся за исправление ситуации. Во-первых, улица Иржаново надо выехать, обследовать, составить дефектную ведомость. При необходимости составить проектно-смертную документацию, определиться по стоимости и закладывать бюджетные средства. При ближайшем уточнении мы до этого выйдем в комиссионном обследовании, составим дефектные ведомости, определимся по стоимости и будем просить деньги. Таким образом, теперь жители улицы Иржаново могут не волноваться. Ведь представитель местной администрации официально пообещал разобраться в проблеме. Но пока это не произойдет, людям придется ходить в темноте. Айда Ибраева, Лжаскабасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова